Польская деревушка Подгая. Здесь 31 января 1945 года латышские легионеры Вафен СС сначала пытали, а затем живьем сожгли 32 польских военных. На месте их гибели был установлен памятник. И каждый год в годовщину освобождения Подгая от фашистов здесь собираются люди. Представители власти, военные, ветераны войны, активисты многих общественных организаций. Приезжают сюда и школьники на живые уроки истории. В этом году в Подгая удалось побывать и латвийским антифашистам. И сразу стало понятно, для поляков не существует никаких компромиссов в истории. Они однозначно считают Вафен СС преступной организацией. А следы латышского легиона, в частности 15-й дивизии Вафен СС Лэтланд в Польше, настолько кровавы, что для них просто непонятно, как в европейской стране могут еще говорить о том, что эти солдаты боролись за какую-то свободу, за какую-то независимость. О легионерах в Латвии не только говорят, о них издают хвалебные книги, их поддерживают на государственном уровне. В отличие от Латвии, из Польши ни один солдат не ушел служить в Вермахт. Хотя пособники фашистов и там были, конечно. И они также наказывались, как военные преступники. А в Латвии часть карательной команды Арейса перешла в легион Вафен СС. И трагедия в Подгая не единственная на их счету, о которой помнят польские ветераны. Три человека из 15-й дивизии СС, латвийской дивизии, они потом разыскивались как военные преступники. Именно вот за расстрел военнопленных, за уничтожение мирного населения. То есть они воевали теми же методами, которыми они воевали с белорусскими партизанами, уничтожали людей в Риге. Могилы воинов, погибших в годы Второй мировой на территории Польши, охраняются и обихаживаются государством. На могильных плитах значатся польские, русские и даже эстонские имена. Если кому-нибудь из депутатов польского Сейма вдруг вздумалось хоть раз встать на защиту легионеров, он стал бы политическим трупом, уверяли польские антифашисты своих латвийских товарищей. А в Латвии тем временем грядет очередное 16 марта. И городские власти уверяют, что запретить ежегодное шествие они не в силах. Татьяна Коваленко, Иван Романов, Первый Балтийский канал.